Дамы и господа, позвольте представить вам удивительного представителя семейства кошачьих, непревзойдённый чемпион Код Гад. Готовится слушать смертельный прыжок в аквариум «Золотый мир». Что это такое? Мы готовимся к конкурсу домашних животных, мамочка. Если мы победим, я получу новый велосипед. С тебя хватит и старого. И ещё годовой запас кошачьих консервов. Мяу! Наш кот и так чересчур жирный. И пять тысяч долларов вдобавок. О, пять тысяч долларов? Братина, вам с котом обязательно нужно выступить на этом конкурсе. А я позабочусь, чтобы вы победили. Будет здорово, если мы выиграем главный приз – собачьи деликатесы. Собачьи деликатесы! Собачьи деликатесы! А деньги можно будет пожертвовать на приют для животных. И пусть побольше собак найдут себе новый дом. Но как нам выиграть этот конкурс? Элементарно. Специалист по юным дарованиям бывалый, а ты ищет способного щенка прямо сейчас в нашем приюте. Например, такого как... Необыкновенный врунишка! А что может быть? Ни шрилгет, ни хауле. У-у-у! Ну что ж, ничего не поделаешь. У нас не найдется выдающихся дарований. Я пили без тебя, дайте мне попробовать. Я умею петь. Я умею петь. Я умею петь и веселиться. Радоваться. Вообще нячим. О, да, я настоящая звезда. Какой вы больше не найдете. О, да я чудо из чудес. У-у-у! Райтос, девочка, ты у нас станешь звездой. О, я? О, нет, только не это. Дорогая миссис Гугенцеллер, я так рада, что вы предложили мне войти в состав жюри конкурса домашних животных. Вообще-то вы сами мне позвонили, миссис Тунхарт. Но я согласна, потому что она слышала о вашей справедливости. Совершенно верно. Вы сами убедитесь, пока. Да, я буду справедлива. Но только для тебя с нашим котом. Вы должны выиграть, братина. Вспомни все свои мерзкие уловки и пакости. Ха-ха-ха-ха. Не волнуйся, бабочка, у меня все давно готово. Мя-хи-хи-хи. Сегодня твой день, Брайтейс. Шоу вот-вот начнется. Ты готова петь от всего сердца, малышка? Конечно! Я прямо-таки взорвусь на сцену. Я им покажу, что к чему. Пожелайте мне удачи. Впрочем, я обойдусь без пожеланий. На конкурсе хвостунов Брайтейс наверняка заняла бы первое место. Добро пожаловать на ежегодный конкурс четвероногих талантов. Разрешите представить вам членов жюри. Миссис Гугенстеллер. Привет, привет, привет. Ура! Эй, ура! Наш уважаемый господин мэр. Дорогие сограждане. Простите, мистер Мэр, но речи лучше оставить на потом. И, наконец, третий и последний судья Катрина Стоунхард. Что? Это ужасно. С таким судьей Брайтейс ни за что не выиграет конкурс. Не бойся, Холли. Даже Катрине придется признать мои необыкновенные дарования. Не волнуйтесь, ребята. Когда я стану звездой, я не забуду про щенек, которые помогли исполниться моей розовой мечте. Пока, ребята. Не успела наша Брайтейс стать звездой, а уже нос задирает. Наши первые претенденты. Мэтью и его мышонок Блэбер. Нет, не годится. Прочь со сцены. Мисс Стоунхард, сперва надо дать претенденту выступить, а потом высказывать свое мнение. А, да, конечно, я забыла. Но этот грызун все равно провалится. Моя братья позаботится о нем. Боже мой. Они что-то замышляют. Ничего хорошего, конечно. Пошли. Эй, мышка. Я маленький кусочек вкусного сыра. Ну-ка, съешь меня. Взять его, гад. Взять. Сюда, киска. Я большая банка с консервами и с Тунцак. Иди сюда. Мяу. Браво. 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 А теперь перед вами выступит Холли и ее воспитанница Брайт Айс. Что? Познакомьтесь с нашим молодым дарованием. Я хочу еще раз представить вам мисс Брайт Айс. Совсем скоро все, кто находится в этом зале, не смогут отвести глаз от этого прекрасного создания. Скажите, вам не страшно выступать? Что, конечно, нет. Я люблю появляться на публике. Итак, ребята, мы начинаем. Не пойдет, чушь собачья. Прочь со сцены. Ерунда. Никуда не годится. А вот и бэй, порошок для чекания. Ставят щенкам его понюхать, как они сразу обалдят. Похоже, один вентилятор тут лишний, Брайт Айс. Врубай на всю катушку. Хе-хе-хе. Ой, что случилось с этой железякой? Включай скорей. Давай, Брайт Айс. Нам на кого они так устали. Для тебя, Брайт Айс. Ну-ка, покажи им. Нет, не могу, не могу, мне страшно. Нет. Она немного засмущалась, друзья. Наверное, ей придется выступить потом. Нет, нет, хватит. Ноль, убирайтесь. А теперь перед вами выступят Братино и Кот Гад. Так вот почему вентилятор не работал. Не отключили. Айс. 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 Хватит. А выключи его. Выключи. Айс. 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 Хи-хи. Нет, нет, я думала, все будет иначе. Это не честно, не честно. Я все испортилась. Выше нос, малышка. Это был всего лишь приступ сценического страха. Сценический страх? А что это? Это когда актер боится показаться зрителем. Единственный выход, опять вернуться на сцену. Но мне так страшно. Я хотела стать собачьей суперзвездой, а оказалась трусливой кошкой. Пришло время произнести очередную речь. Брайтайз, забудь, пожалуйста, о славе. Вспомни, почему мы здесь оказались. Вспомни. Деньги, которые мы выиграем, помогут бездомным собакам вновь обрести кровь и пищу. А на велосипеде Холли будет доставлять щенят к новым хозяевам. Может, они попадут кому-нибудь из этих ребят? А что? Надо, чтобы им захотелось завести собаку. Брайтайз, ты должна показать, на что способен по-настоящему умный щенок. Так что запомни, девочка, ты здесь вовсе не ради славы. Ты стараешься ради всего собачьего племени. Представление продолжается. И мы болеем за тебя всей душой. Перед нами снова выступают Холли и Брайтайз. Вместе со щенящим ансамблем. Мы поем, и мы умеем веселиться. Мы поем ради всех собак. Эта девочка просто молодец. Родина, вы хотите провалить номер? Мы стараемся, мамочки, тоже вовсе везем. Уж если захочешь как следует на пакость, все приходится делать с тобой. Жюри присуждает первый приз. Холли, Брайтайз и их друзьям. Эй, я хочу завести такую собаку. Да, и я тоже? И я! А че вы спрашиваете? Ничего, я не понимаю, мамочка. Почему сцена не рухнула? Апчхи! Ой! Не говорили, как рушатся дома, но это просто смешно. Хе-хе-хе-хе-хе. Итак, все наши щенецы нашли хозяев, и ты помогла Брайтайз? Конечно, ведь я же суперзвезда, правда? Да. Да, я буду суперзвездой, если щенкам надо подыскать жилье. А-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Площадка молодняка Пауэр Паркес. Вы любите спорт? Я хочу сказать пару слов насчет того, как вашей собаке сохранить форму. Собаки не любят лежать с утра до вечера. Поиграйте со мной, прошу. Пожалейте вашего пса. Дайте ему побегать хотя бы один час в день. А ну-ка, кавалер, лови. Ура! Собаке нужны регулярные тренировки. Это укрепит ее здоровье, и она проживет дольше.